Воскресенье 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 На плечах сметнется вот и вот человек в такую скульптуру когда-то известный художник. Хороший лозунг. Красные придут, жулики разбегутся. Выполним его. Я надеюсь. Доживу до этого. Спасибо. Идет война. Идет война. Идет война. Я, конечно, знаю каждый выбор. Я, блядь, участвую. Смотрите. Если чего, вы увидите. Идет война. Идет война. Идет война. Идет война. Идет война. Вот там у вас. Добро пожаловать на наш канал! 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 Как и в далеком 41-м году, хотя не рвутся снаряды, не игрокочат танки, но все равно Волоколамск сейчас находится в трагическом состоянии в связи с теми событиями, которые происходят на нашей земле. Это выбросы ядовитого свалочного газа и действия фильтрата, который поступает в почву и травит нашу окружающую воду и реки. И нам приходится бороться с этим. Все волоколамцы сейчас, можно сказать, занимаются, мобилизованы именно этой проблемой. Я знаю, что это проблема по всему нашему подмосковному краю. Я созваниваюсь со многими главами поселений городов, районов и знаю, что в таком же состоянии живут многие города Подмосковья. Это Клин, это Дмитров, это Коломна, это Нагинск, Руза и многие-многие другие города. И вот как здесь было сказано до меня, то, что только солидарность рабочих, только наша солидарность коммунистов может навести в этом плане порядок. Я считаю, что именно это так, потому что нам, городам, в которых сейчас процветает эпогеноцид против народа, а это так, иначе не назовешь, должны объединяться и вместе общими усилиями добиваться, чтобы мы дышали чистым воздухом и пили чистую воду и не шли на поводу у какой-то кучки олигархов, которые хотят на нашем здоровье, на нашем счастье заработать как можно денег и убежать отсюда. Я еще раз поздравляю вас с этим хорошим нашим праздником, праздником весны, труда и мира. Пожелать счастья, здоровья всем, благодельствия. И я всегда говорю и буду говорить, что наше будущее за КПРФ. С праздником, уважаемые товарищи! Ора!